Затем состоялось совещание с участием главы Республики ИКИ и Комитета Совета Федерации о развитии агропромышленной, социальной, туристической отраслях, а также строительства и ЖКХ Республики, провел его первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Сенаторы и эксперты обсудили пять вопросов. Один из них – расширение использования механизмов системы агрострахования с господдержкой. Альбина Ламкова продолжит тему. Работали на совещании четыре выездных комитета Совета Федерации. График на обсуждение представленных вопросов был плотный и занял более двух часов. В начале работы глава Корчаева Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что взаимодействие между Советом Федерации и нашей республики тесное. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин не первый раз приезжает в Корчаево-Черкесию. Знает проблемные вопросы, в решении которых и принимает активное участие. Хотел бы поблагодарить членов Совета Федерации и членов правительства, которые сегодня здесь находятся, и заместителей министров за ту совместную работу, которую сегодня я считаю самой основной. Это наше участие и наша поддержка органов государственной власти, органов законодательной власти по вопросам специальной военной операции. В работу совещания включались и в режиме видеоконференции. Детально рассмотрели не только успехи, но и проблемы. Остановились на развитии инфраструктуры здравоохранения. В частности, необходимости строительства новых больниц психиатрического и инфекционного профилей. Обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию программы переселения из аварийного жилфонда. Совет Федерации уделяет значительное внимание развитию АПК страны и систему агро-страхования. Для нашей республики тема актуальна, так как здесь серьезный потенциал для развития сельского хозяйства, отметил глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Уже сейчас республика обеспечивает пятую часть ВВП. И это 20%. И наша задача создать максимальные условия для реализации этого потенциала, сказал Александр Владимирович. Был обозначен ряд приоритетных вопросов в сфере развития АПК региона. Один из них – защита сельскохозяйственных культур от городобития. К сожалению, это природное явление является одним из рисков СКФО и приводит к гипели посевов-посадок и обесценивает труды и усилия сельхозтоваропроизводителей. По данным Минсельхоза республики, за последние пять лет городобитие отмечается не менее 15 раз в каждом сезоне. Как надо действовать в таких ситуациях? Какие меры реализуются по развитию агро-страхования в нашей стране? И что предпринимает Аграрный комитет Совета Федерации? Рассказал Александр Двойных. Главная работа – это разъяснительная. Хочу в пример привести, конечно же, автострахование, которое вначале получало неоднозначную оценку. А сегодня мы видим, что все проблемы урегулирования отношений между автолюбителями в случае ДТП, несчастного случая, они решены. Та же самая аналогия с агро-страхованием. Эта мера должна входить в культуру агропроизводства. Мы видим, что регионы, где внедрены методы агро-страхования, компании себя чувствуют увереннее. Не бывает таких форс-мажоров. Случай гибели урожая при чрезвычайной ситуации природного характера без агро-страхования приводит к серьёзным проблемам. Городобитие – риск. Хорошо известный агро-страховщикам. Это третье по значению причина страховых выплат аграриям Северо-Кавказского региона. За последние три года аграриям СКФО перечислено почти 3 миллиарда рублей страховых выплат. Из них почти 128 миллионов рублей приходится на выплаты по убыткам от городобития. Поэтому необходимо выстроить конструктивный диалог между страховщиками и агропредприятиями. Минтарность надо менять. Никто не хочет страховаться. Завтра град упал, все приходят дать денег. Культуру отношений, её здесь надо менять. Это работа ваша, это работа глав районов, глав сельских поселений. Национальный союз агро-страховщиков предложил Минсельхозу Корчаевой Черкесии создать план по расширению использования механизмов системы агро-страхования с господдержкой на ближайшие три года. Лидеры в сельском хозяйстве – те регионы, которые используют меры государственной поддержки. Их объём агро-страхования составил 30-40%, отметил президент Национального союза агро-страховщиков Корней Биждов, добавив, что закон агро-страхования с господдержкой постоянно претерпевает изменения. Новая программа отличается сниженной стоимостью и упрощённым ускоренным порядком страховой выплаты. Мы называем программу страхования от рисков чрезвычайной ситуации. Она предельно выгодна для агрария по цене. Она в два, в три, а то и по некоторым культурам и регионам в пять раз дешевле, чем традиционная мультирисковая, то есть базовая программа. И самое главное, она очень проста для аграриев при получении страховых выплат. В частности, сегодня у нас поднимался вопрос о справках Росгидромета. Кто застрахован по программе ЧС, если у них произошло страховое событие, то никакой справки Росгидромета не нужно. Показатели страхования риска в растеневодство в Российской Федерации выросли за пять лет в шесть раз. Тем не менее, этому направлению еще предстоит развитие. Охват пассивных площадей составляет пока 10%. Для стимулирования использования страховых инструментов правительством России введено дополнительное стимулирование. Застрахованные хозяйства получают повышенный размер субсидий на погектарную поддержку и на производство и реализацию зерна, а также на литр производимого молока. Еще в направлении АПК особое внимание уделили на необходимость строительства плодохранилищ и оптово-распределительных центров. Конструктивное совещание позволило обсудить ряд важных вопросов. Они требуют тесного сотрудничества и пристального внимания со стороны федерального центра. Мы все эти вопросы обозначим в итоговом протоколе, доложим председателю Совета Федерации. После 10 дней на доработку протокола с учетом мнения республики и готовить этот протокол, и направляем к курирующему Северно-Кавказской федеральной опыте, вице-премьеру Новоку Александру Валерьевичу. Просьба организовать таким образом протоколы подписания, чтобы он был рассмотрен еще до правительственной комиссии по Северному Кавказу. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Корчаево, Черкесия.